Приветствуем, с вами я Заза и сегодня мы продолжаем играть в Fallout 3, Mothership Zeta Crew и это 13 часть, благо сегодня не пятница, поэтому все должно пойти нормально. Итак, остановимся с вами на том, что мы наконец-то, наконец-то мы вернулись и теперь вроде как мы отправили все наши найденные там, что-то лагает немножко, ну в общем все, что мы там нашли мы отправили, даже не немножко, а очень сильно лагает. Да, что такое, ну-ка, 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 так вроде все, в общем мы нашли все там технологии и отправили их на проверку, я думал позвать Зала Олимпа, я так думаю. Нет, это все не то, так. А что за объявление Олимпа? А, все, это опять не к нам. Ну все, я так понимаю, сейчас у нас на Олимпе все собрались. По идее, нам сейчас надо именно туда. Надеюсь, я не ошибся, потому что действительно я не знаю, что делать, дойти, что вообще предпринимать. Да еще и эти маленькие фпс меня очень и очень не радуют. Мне кажется, здесь очень странно расположена дверь, но ладно. Еще никого нету? Я просто так всех позвал? Ну-ка, может сейчас придут? А, все, вызвать. Так вот, вроде идут. Да, мне все-таки поет от этой системы. И нам, кстати, надо бы попить что-нибудь у нас обезвоживанием. Ну-ка, давайте попробуем поговорить. Ну-ка, давайте попробуем поговорить. Так. Так. Так, с тобой вообще ни о чем не поговорить. С тобой тоже. Да, видимо, мы не то сделали. Ну ладно, значит, пройдемся. А это чей стул? А, это мой стул. Все? Все, что ли? Ну-ка, давайте их распустим, что они тут сидят. Все, ребят, расколемся. Ну что же нам надо делать-то? Квест вроде пройден. Ну да, у нас даже нет квестов других. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, очень-очень интересно. Дайте посмотрим, может, Харкин что-нибудь скажет. Ну, а если нет, то я думаю, можно устроить небольшую прогулку по пустоши. Вся вам нечего делать. Итак, я вернулся, но вроде как это совсем не то. Давайте попробуем, что ли, офицера вызвать еще раз. Не знаю. Сообщение, архив, ну точно не то. Да, в общем, я не знаю, что и где. Давайте уйди Харкина, офицера хочу позвать. Вон, видите, люди появились вроде как нам туда. А, все. Вот что нам надо было сделать. Нам надо было просто немножко подождать. Ну, раз так, давайте. Так. Комната совещания распустить. Так, проект Посидон. Ну, давайте. Брифинг. Ну, в общем, короче, они начали что-то типа изучения доклада с этой миссией, я так понял. Я плохо знаю английский. Консул согласился сделать что-то подобное и у нас. То есть, тоже подводную фигню какую-то. Наши сканеры показывают, что... Что это будет больше... Что это будет... Территория будет больше, чем мы видели. Так. Фунт. Не знаю, что такое фунт. В общем, это будет не просто база, а что-то нечто большее. Ну, в общем, где будут собираться, как бы, изобразительные искусства, как плейл-арт, наука. Так, проект будет расположен в трех местах. Не знаю, что это. Это дипломент. Не знаю, что это. Это специалисты цивилизации, чтобы установить весь функционал, да и структурировать, не знаю, 7 дней. Все ясно. Финансирование. 40 тысяч кредит, 10 тысяч кредит, 25 тысяч кредит. 125, 250. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. 10 тысяч кредитов с каждого кондива. Кредиты, это неужели крышки? Им нужен наш финальный взнос. Так, нам 10 тысяч кредитов, и мы начнем. Ага, нам нужно 10 тысяч крышек. Отлично. У нас 291. Блин, где можно заработать крышки? Я вроде распустил совет офицеров. Давайте еще раз посмотрим. Все-таки нам придется прогуляться по пустоши. А, нет, все, они растущены. Ну ладно, давайте вначале сходим на склад, посмотрим, что нам можно продать. Так, ну оружие. Что у нас из-за оружия продается тут? Вот это продается, это... Вообще, по идее, надо смотреть в броне. Знаете, где можно надыбить кучу крышек? На складе. Где-то телепортационная комната. Так, на мостике была вот, и здесь тоже была. Да, 10 тысяч крышек. Это, блин, было неожиданно. Я думал, они здесь не понадобятся совсем. Ну что ж, поделаешь. Придется, придется надыбить. Так, благо, мы найдем здесь броня наемника когти. Она стоит почти 6 тысяч крышек, но единственная проблема в том, что ни у какого торговца нет вот такой суммы. Хотя, может, именно у нашего найдется. Я не знаю, сколько там у этого оружейника, крышек. Сколько он... Мы туда идем. Сколько он готов нам отдать. Ну что ж. Окей. По-моему, это было машинное отделение. Если я не ошибаюсь. Ошибаюсь ли я, узнать очень просто. Надо дождаться загрузки локации. И так, я вернулся. И нам надо было не в машинное отделение, а в локацию, которая почему-то сейчас называется держать груз. Не знаю, что это значит. Я не пробовал входить еще раз в машинное отделение. Я не знаю, почему там произошел вылет. И разбираться, честно говоря, я сейчас не собираюсь. Потому что я пришел именно за броней, которая будет эквивалентна 5 тысячам крышек. Но, 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 к сожалению, благодаря моему непрокачанному бартеру, я, скорее всего, с нее не выручу достаточной суммы. Но это уже другой вопрос. С этим мы еще и разберемся. Осталось ее только найти. Нет, точно не тут. В пути, кстати, можно собрать тоже какие-нибудь дорогие вещички, потому что они часто бывают. Так, черт, я не успел снять стоимость. 903, слишком тяжелый. А это что было? А, не поврежден с одном гном? Нет. И где-то должен быть красный ромб еще. Этот гаечный, а, ну, стоило вспомнить о нем. 700. Нет, мне не нужны все эти. Мне нужен именно чем-нибудь дорогостоящий, какой-нибудь товарчик. О, кстати, может тут чем-нибудь можно выручить. А, дешево, 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 дешево. Очень дешево, всю жизнь дешево. О, офигенно, пустые бутылки. Самое полезное. Ну да, виски-то нам не поможет. О, силовая броня, кстати. ПУ все-таки лучшая сумма. Вроде как. Сколько это? 85. Че так дешево. О, вес 15, вес 45. Надо будет что-нибудь выложить. И вновь я возвращаюсь. Дешево, дешево. Блин, где же? Пустая коробка. Где же, где же? Здесь же была броня. Че-то мне кажется, она была все-таки вооруженной. А здесь не было ничего дорогостоящего. Хм, это очень печаль. Но. Печаль, б-б-б-да. М-да. М-да. Видимо, здесь действительно ничего нету. Хм, хорошо. Раз здесь... Блин, я же испугался. Кто это? Ну ладно. Так, раз здесь ничего нету, придется ходить по пустоши и мародерствовать. Это единственное, что остается. Потому что я не вижу смысла идти куда-либо в другое место. Быстрее найти че-нибудь на пустоши, чем искать по эту оружейную лабораторию. Хотел сказать, лабораторию. О, вот. Отлично. Эээ, просто прекрасно. So, so slow. Very, very slow. Либо че-то, кстати, надо попить. Вот это, по-моему, у меня еще влияет на меня. Нет, все равно. Конечно, че-нибудь выкинуть бы. Но я ничего у себя. Хотя давайте починим дезинтеграторы. Че они у меня валяются? 100 штук. Кстати, они тоже дорогие. Все. Хотя, если действительно они дорогие, можно че-нибудь не собирать. Куда я-то не туда пошел. Так. Да. Ну, а все равно, приветствую, пройдите по пустоши. Так. Мне надо в ангары. Да, вот сюда. Потому что именно там у нас был торговец. Торговец этим оружием. Посмотри, как у него крышка. По идее, у него должно быть дофига крышек. Так как это модовый персонаж. А модовому персонажу, раз мы добавили дофига патронов, то, скорее всего, ему добавили дофига крышек. Надеюсь, это не вылет, а просто провисание сильное. Ну, че, подождем. Посмотрим. Не знаю, нет, все нормально. Не знаю, почему у меня так провисает иногда. Бывает, вот, все нормально идет, как в прошлой серии. Вроде ничего и не лагало. По крайней мере, сильно лагов точно не было. Сейчас тут прям провисание. Сколько? 20 фпс буквально. Даже 18. Ну, блин, это стыдно. Давай. Конечно, нужно. А, че, ноль крышек? Да ну, че, нафиг, да, е-мое. Наслаждайтесь, ага. Нам ничего не остается делать, как идти торговать единственный. Нет, не единственный. У нас два места, где мы можем поторговать. А это Ревит-Сити и Мегатонна. О, блин, навести на свернуть все окна, это офигенно. Так, все, вроде я вывел мышку. Так, ну, че, тогда нам... Ну, можно, в принципе, и с мостиком. Придется идти, наверное, все-таки в Мегатонну, но больше. В Ревит-Сити я не знаю просто как там с бюджетами, а в Мегатонне вроде все в порядке было. Хотя, как в порядке? Наверняка придется, как обычно. Кстати, давайте мы заберем дезинтеграторов. Они тоже дорогие. Че-нибудь надо выкинуть. Че-нибудь выкинуть сейчас. Например... Нет... Шлем... И броня охраны. А из оружия... А вот так сделаем. Ну да, неплохо. Сколько у меня поместится? 100 ровно. Черт, ровно 100. Че, на 1. Че бы такого выкинуть-выкинуть-выкинуть-выкинуть. Здесь есть что-нибудь? О, у меня есть кружка. Все. Прям под завязочку забитыми выходим на столичную пустошь. Да, эта серия оказалась не такой продуктивной, как я ожидал. Не думал, что у нас все-таки понадобятся в кои-то веки крышки. Ну что ж. Придется все-таки поднимать экономику свою. Все-таки придется. Я думаю, сейчас мы дойдем до Мегатонны. И проторгуемся. И на этом закончим серию. Потому что смысла я не вижу дальше снимать. И так, времени прошло много. Но ничего я особо полезного сегодня я не сделал. Ну как? Ничего полезного. Ну да, в принципе, ничего. Сколько у нас времени? 6, 46, 47. Нет, это мало. Нам надо именно 8 часов. Именно тогда открывается магазин на кратере. Солдат. Откуда здесь солдат? Все, ждем 5 минут буквально. И опять мы безвожни страдаем. Три, 2, 1, 8. Сразу открылся. Ну что, где Мойра? Блин, ты следишь? А Мойра-то где? Чуть-чуть наверху, что ли? Кхм-кхм. Не понял. Куда-то мой Рудел. Почему я ее не наблюдаю? Очень странно. Давайте попробуем перейти, так сказать, зайти. А, вон она. Блин, все-таки она наверху. А как она туда залезла? Да. Интересная здесь система. Ну ладно, уж как-нибудь так допрыгнем. Ну да, ну да. Почему озвучки нету? Потому что криво я поставил. Ну ладно. Ну да, отец. Так. Ну, кстати, еще бомба, может, эта крышка работает, по-моему. Две тысячи крышек. Неплохо. А, всего за три. Кстати, как она посъедала, мягко говоря, цену. Чуть ли не в два раза. Ну, чтобы деньги не пропали даром, надо взять что-нибудь полезное. Ну, есть у тебя 308-й калибр? Нет, у тебя нет 308-го. 44-й, что у тебя есть тогда повышенная мощность, бронебойная, это, конечно, все хорошо. Зажигательный награды, кастет, костюмы, костюмы. Да, нет, бокса. Винт, кашеглаз, медикс. Блин, ну, у тебя ничего нету. А что дает коробка боеприпасов, а я не помню. Оптический прицел. Ммм, схему можно взять. Хотя, бессмысленно. Там у них какая-то кривая система, и она не будет работать. Так. Да, чем-нибудь такого, что нам точно может пригодиться. Револьвер нам не пригодится. Плюшевый. Оптический прицел нам тоже не пригодится. Чудо-клей. Ядерная батарея, да нет, вряд ли проводник. Ну, из патронов я здесь ничего не вижу. Зажигательная граната, кастет, мина, револьвер. Костюмы. Тут тоже нет ничего. Ну, помощь. Укаши глаз. Ну, например, ментаты. А чем плохие ментаты? Но они нам точно не пригодятся. Я уже не знаю просто, что еще брать. Давайте это. Скоро уже там-то, блин, мы выйдем из этой заценки, наценки. Короче, проще будет сделать, наверное, вот так. А, вот хрен-ки. На те раз. На те два. На те три. На тебе четыре. Пять. Один надо по-любому оставить. Ну, ладно, даже пусть будет вот так. Шесть. Ну, ладно, чего уж, не жалко. Вот это мне не нужно. Буквально это тоже. Этим я не воспользуюсь. Этим могу, этим нет. Этим тоже нет. Этим нет. Сансерца с опарилой. Цена маленькая. Угу. Споком я не буду пользоваться. Спиртное. Это тоже оно мне не нужно. В принципе. Ну, пусть пока будет слэшер. Слэшер могу оставить. Рикошет точно. Хотя нет, рикошет наоборот точно не нужен. Мясо тиранида. Ментатами. Да и что бы такого реально отдать. Я уже не знаю, что еще. Кальмар. Саквояжи. Хочу все мне надолгелось не торговать. Все. И... Кто такой? Натан. Натан есть здесь, да, живет. И последнее, что я хочу сегодня сделать, это разрядить бомбу за где-то 500 крышек, либо же ее взорвать за, 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 по-моему, за 2000 крышек. А давайте ее взорвем, чем как дураки. Все равно мы с Мегатонной как бы не собираемся поддерживать отношения. Поэтому что, возьмем себе. Получается, у нас будет люкс, да плюс еще взорвем. Это, словно говоря, нет, это дитя, там нам выше. Надо было пройти выше. Ну, я думаю, можно, в принципе, тогда закончить на этом серию. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Буквально в следующей серии мы начнем договариваться с мистером Берком. Зарядим, так сказать, бомбу на взрыв. И... Я думаю, да, взорвем. Как потемнеллеско. Ладно, взорвем бомбу. И от Мегатона ничего не останется. Поэтому спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok